Говорят, что для того, чтобы записать свой первый альбом, тебе пришлось торговать вещами на рынке. Это действительно так? Если так, то что дал тебе этот опыт в жизни? А разве твои друзья в 90-е не торговали на рынке? Тогда был один большой рынок, это Лужники, и туда съезжались все со всех регионов, и челночили мы там, и продавали там. Просто семьи кормить надо было. Время-то было тяжелое. Поэтому кто на что зарабатывал? Я и семью кормила, и на альбом зарабатывала одновременно. А еще и в себе открыла такие способности скрытые. Я оказалась ничего бизнесмен, и до сих пор продолжаю этим заниматься, не оставляю эту историю. И знакомые, с кем мы начинали, кроссовками поддельными, Nike и Rebook торговать, да, они сейчас все в порядке. Это стали серьезные, хорошие бизнесмены, которыми мы все гордимся. То есть кризис в тебе не страшен? Кризис вот здесь, он в наших умах. На самом деле, надо только перевернуть все вверх ногами. Сейчас настало великолепное время. Для тех, кто по-настоящему умеет искрометную мысль, понимаешь, талантливую, я бы сказала, даже гениальную, прогрессивную. Вот заметь, большинство олигархов разоряются. Или столько звезд, и вдруг обрушивается весь этот звездопад, куда-то на землю падают все эти звезды, да. Сегодня время для умных по-настоящему, молодых, грамотных людей. Сегодня, я уверена, что мы после кризиса услышим новые имена новых мультимиллионеров нашей страны. Сейчас самое-самое время для тех, кто не будет ждать, слезы лить, надеяться на кого-то, а сам возьмет и пойдет вперед. Тусклый свет лампы и дым сигарет, черные стены и мыслей секрет. Голое сердце, душа, как огно, есть одно средство, известно оно. Порет, чтобы миром, порет над землею, порет звездным лампом, порет рядом с тобою, Слезеть тем хрилой, расправить гордые грылья и быть свободной такой с тобой. А вот, кстати, они там многие убеждены в том, что вы, если не сестра, если не жена, То какая-то родственница популярного Виктора Цоя. Это действительно так? Знаешь, ну, Цой Ким Пак, это распространеннейшие фамилии, как и в инод Петров Сидоров. Понимаешь, поэтому мы однофамильцы. Я не сестра, не жена. У меня муж, мы с фамилией Цой, и, естественно, я по мужу. Хотя у меня тоже, девичья фамилия моя, тоже на три буквы. Ким. Есть такая шутка, вот знаешь, у нас в семье, если вас отправляют на три буквы, это значит ко мне. Вы как-то в одном из интервью сказали, что главное предназначение ваше, это быть женщиной и быть мамой. Вашей семье повезло с вами? Ты знаешь, предназначение, сложно сказать, это, наверное, кем-то свыше дается, вот какая-то программа, да, кто-то есть на белом свете. Но я просто сама для себя думаю так, что для женщины самая большая карьера в жизни состоится в семье. Матерью, женой, хранить тепло, уют, потому что карьера может сегодня взлетать, завтра падать, а вот семья, это для женщины самое дорогое. Мужчина любимый, с которым она будет чувствовать себя уверенно, хорошо, это самое главное. Сбереги меня, прошу, я слабее, чем кажусь, я тебе принадлежу навек. Ты по-прежнему мой Бог, я ловлю твой каждый вздох, и у сердца прячу боль от всех. Твоё имя значит рай, бьётся сердце через твой, я за ним закрыть глаза, лечусь. Все молитвы о тебе, все стихи и песни вслез, за один твой взгляд опять хочу. Ну вот интересно получается, ты сейчас на гастролях в Кузбассе, а как к этому относишься вообще? Александр Николаевич, к такому длительному отсутствию в доме. Ты знаешь, ну мне кажется, вот он как-то почувствовал, что дано свыше. И он однажды принял для себя сложное достаточно решение, он нормальный мужчина, он не хочет, чтобы жена где-то разъезжала, хочет, чтобы она была дома, в семье, он и так на сложной работе, и ему нужны прочные тылы. Знаешь, ну он когда просто год со мной прожил, два, потом десять лет, он понял, что я просто без сцены не могу. Не могу не писать своих песен, не могу ночами не сидеть в студии, понимаешь, не рвать эти бумажки в клочки и так далее, не выходить на зрителя. И он не то чтобы смирился, а он нашел в себе силы сказать, иди и самосовершенствуйся. По-моему, вот это так непросто сделать нам, особенно тем, кто более сильный в семье, да, больше, например, зарабатывает и так далее. Я ему очень благодарна, и он сейчас очень мне гордится. Я ему когда скажу, что я еду в Курбас, вот езжай туда, там очень хорошие живут люди. Еще одна цитата из вашего интервью, самая эрогенная мужская зона – это ум. Это моя эрогенная зона, именно в мужчинах – это ум. Ага, так вот исходя из этого, кто все-таки образец тогда сексуальности для вас? Походчивый, обаятельный, заботливый и ответственный. Ваш первый айбон вышел в 1997 году, если я ошибаюсь. А Нита Цой 12 лет назад и А Нита Цой сейчас – это вот две совершенно разные личности, два совершенно разных человека, мне кажется. Вам что такое удалось сделать с собой? Ну, почему два разных? Ну, просто там были волосики коротенькие, теперь они отросли. Там было все такое черное из одежды и закрыто вот так, потому что была достаточно патриархальная корейская семья. Ну, сейчас чуть-чуть приоткрылась. Вообще, конечно, это кропотливый труд. И когда говорят, что я, вы знаете, раз и за один день я изменилась, таков не бывает. Я очень много смотрю, изучаю, пытаюсь перенять хорошего. У меня есть кумиры из разных областей совершенно. Политики, сфера культуры, кино, искусства, шоу-бизнеса, спортсмены. С кого бы я хотела взять пример? Причем это люди не только нашего поколения, но и старшие, или те, кто уже ушли давно, да, но настоящие мегазвезды. Если уж совсем так шутя, я взяла картинки, знаете, из интернета, например. Мне очень нравятся ноги у Бьонси, да. Я взяла, вырезала ноги Бьонси и повесила, значит, их перед собой на стенку. Дальше. Мне очень, очень, по большому счету нравились ноги Мрай и Кэрри. Я тоже вырезала ноги Бьонси, они подлиннее, чем у Бьонси, и мне не накачанную, но белоснежной, длинной, повесила их на стенку. Еще мне безумно совершенно нравилась энергетика и харизма Тины, Тины Тернер. Я вырезала самую классную фотку, где она вся такая, вах, прям, знаете, женщина-голь, и повесила ее перед собой. А еще мне нравились бедра Дженнифер Лопес, я их тоже вырезала, повесила, да. Да, и вы знаете, я решила так, что вот все в комплексе, это будет Амита Цой. Позвонила тренеру и приступила к тренировкам. Позвонила к диетологу и сказала, я хочу быть вот такой. Не знаю, наверное, надо верить, ярко видеть, визуализировать это. И сегодня я могу правду сказать, что у меня ноги не хуже Бьонси, по большому счету. Энергетика не хуже, чем у Тины Тернер.